Банджо и Билли Скотт против Гарри Олбрайта. Вот он, Билли Скотт. Он говорит, что Гарри Олбрайт невероятно силён. Он ветеран ринга. Естественно, Скотт говорит, что изучил его бои. Нужно, главное, соблюдать дистанцию и не дать подойти Олбрайту для проведения броска. Скотт говорит, что будет атаковать его ударами и попытается не дать схватить себя. А он хочет победить, и Скотт надеется, что у него есть все шансы для победы. Ну вот он, Билли Скотт. После борьбы на соревнованиях, когда борьба была чисто спортивной, и Билли Скотт и Гарри Олбрайт подались в рестлинг, в разновидность борьбы уже не спортивной, а профессиональной. И вот соперник Билли Скотта Гарри Олбрайт. Очень опасный соперник. Значительно он опытнее Билли Скотта. И посмотрим... Даже визуально, посмотрите, визуально Олбрайт гораздо мощнее Билли Скотта. Сейчас такое психологическое устрашение соперника. В красном трико, в левом углу ринга, это Гарри Олбрайт. Ну а в правом углу и, соответственно, в костюме цвета морской волны, это Билли Скотт. Вот так его называют японцы, он из Нэшвила. 25 лет этому парню. 215 фунтов вес, 5 футов 10 дюймов рост. Шесть боев он уже провел в Бущидо и 50 на 50 соотношения побед и поражений. Напомню, что Нэшвилл, это родной город Билли Скотта. И теперь смотрим на Гарри Олбрайта. Он из Монтаны. 30 лет этому отлету, человеку со шрамом. 350 фунтов его вес, 6 фунтов 4 дюйма рост. Гораздо больше он поединков провел. 17 и 16 поединков заканчивались его победой, друзья мои. А вы понимаете, что в Бущидо такое количество поединков и самое главное, такое количество побед есть не у каждого атлета. Посмотрим, чем завершится нынешний поединок. Но я бы, конечно, поставил на Гарри Олбрайта. Как минимум, опытнее Олбрайт. Ну и, конечно же, преимущество в весе. Вы посмотрите, да, вот такие броски могут доходить до своей цели. Гарри в очередной раз поднял Олбрайт Белли Скотта. И думаю, что может делать так Олбрайт бесконечно, поскольку, по крайней мере, на первый взгляд, Гарри Олбрайт бросает Белли Скотта без видимых усилий. Пытается провести Нельсон. Сначала одинарный, затем двойной. Вот руки уже перешли в захват. Ну что, канаты Белли Скотт или Гарри Олбрайт не позволит? Скотт тут дотронулся ногами до канатов. Действительно, очень неприятное сейчас положение. И только канаты. Я вполне допускаю, что сейчас Олбрайт будет выматывать таким образом Белли Скотта, отнимая, в первую очередь, физические силы. Заявление Белли Скотта до начала поединка, что, дескать, он будет использовать технику ударов, пока не подтверждаются на практике. И Олбрайт пока делает из Скотта, ну, просто-напросто посмешище. Я допускаю, что исключительно для публики сейчас Олбрайт помучает Скотта, а затем сделает то, чего так ждет аудитория. Как известно, публика всегда требует хлеба и зрелищ. Вот зрелища сейчас Олбрайт и будет доставлять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да, бедный Белли Скотт. Я думаю, сейчас будет открыт счет, вне всякого сомнения. 15-11, сразу же списано 3 балла с Белли Скотта. Ну, конечно, это поединок неравнозначный. Не может встать, конечно, Белли Скотт. И вот этот бросок явился сигналом к завершению поединка. Скотт до сих пор не может подняться с помоста. Очень быстро завершился этот поединок. Гарри Олбрайт записал в графу победы еще единичку. Так что теперь... Продолжение следует...